путешествие начинается нас ждет самолет через пару часов мы будем москве а потом дальше погода у нас хорошая плюс 15 но там куда мы летим там холодно 0 плюс 3 мы в москве пересадка ждем другой самолет и здесь вот такая прелесть почему в аэропорту непонятно но очень красиво старина двадцатые тридцатые годы такие даже марки которых я ни разу не слышал и не видел а вот здесь еще я б на такой покатался вот это вообще бомба ска это фиат этот я знаю мы в самом западном городе нашей страны и это город Калининград здесь поненадолго всего на три дня по работе времени совсем мало один день уже прошел прилетели вчера погода не очень плюс 6 ветер два дня назад моря было здесь до 20 градусов с погодой нам не повезло ну что-нибудь посмотрим это площадь Победы в сход-то сейчас мы будем знакомиться сейчас идем на завтрак туда в кафе и потом у нас будет немного времени проехаться по этому городу хотел взять машину в аренду Но говорят, начало туристического сезона обзвонил 7 прокатных контор, и ни у одних нет свободной машины. Все машины заняты. Цена автомобиля полторы тысячи восемьсот, в зависимости от коробки автомата, и все машины разобраны, свободных нет. Это ужас. Ну, аначе будем передвигаться на общественном транспорте или на такси. Город чистый, маленький, уютный. Короче, посмотрим. Первый раз здесь. Экскурсия по Калининграду продолжается. Вон там стоит советский монументальный недострой на месте старинного Кёнигсбергского замка. Его начали строить в 60-х годах, так и не достроили. И разрушить не берутся. А мы сейчас прогодились на маленьких корабликах. Часовая экскурсия, она не снимала. Там мутные стекла и было шумно. Рассказ был очень интересный. По речке, по каналам, вот этим вот Калининградским, в порт съездили. Было очень интересно. А сейчас мы идем в сторону того, как его назвать, кирха. Это собор по Медовому мосту. По легенде, здесь 500 лет назад опрокинулась бочка с медом и пропитала весь мост медом. Говорят, даже до сих пор в жару мед выступает сквозь доски этого. Мост, кстати, разводной. Сквозь доски этого моста и его можно увидеть. Поэтому можно фотографировать смело, можно все трогать руками, я все расскажу. Это конец 19-го, начало 20-го. Бутылочка немецко-еврейская склянка. В основном немецко-еврейская была уничтожена в Курсталь-Дородов. С 8 на 9 ноября было уничтожение Буганера. Все, что осталось. Англия бомбила этот город, а не наши союзники в августе. С погодой нам не повезло. Плюс 8, ветрено. Буквально 2 дня назад здесь было почти плюс 20. Неудачно мы приехали. И вот этот забор. Он открыт. Мы сейчас зайдем вовнутрь. Посмотрим, что там такое. Очень интересно. Внутрь собора мы не попали. Там проходит концерт органной музыки. Билетов на него мы тоже не купили. Все билеты разобраны. Но мы зашли в музей посмотреть. Честно скажу, не очень интересно. В основном музей посвящен Канту. А вот этот зал мне очень понравился. Здесь музей. В этом зале музея монеты народов мира. И награды, медали. В основном Пруссия. Германия. И возможно это оригиналы. Это печати. Печати. И бумажные банкноты. Монеты Восточной Пруссии. Здесь я остановлюсь поподробнее сейчас. Прекрасный собор. Жаль мы внутрь не попали в него. Музей зашли. Вон туда в башню. Почти в самую башню. Но музей Канта мне не интересен, если честно. А в самом соборе я повторяюсь. Концерт органной музыки. Билетов нет даже и на 4 часа. Собор находится на вот этом небольшом островке. И он когда-то был застроен старым русским городом. Городом Восточной Пруссии. Сейчас здесь ничего нет. Все во время войны покрылось прахом. Все было снесено, взорвано. Как сохранился этот собор чудом? Он сохранился, я не понимаю. Пойдем сейчас путешествовать. Бродить дальше по этому городу. И искать какой-нибудь вкусный ресторанчик. Ну и в заключении посещения этого собора мы посетили могилу Эммануила Канта. Дата рождения, дата смерти. Великий человек был. Здесь он покоится. Живые цветы каждый день. А мы путь держим к тому собору. Приятный ресторан. С хорошим названием. Обалденное пиво. И обалденный супчик. И потом экскурсия продолжается. Гулял по городу. И зашел в такое заведение. Крымские чебуреки. Заказал два штуки. Сейчас попробую. Томатный сок. А потом увидел и пивасик здесь есть. Это будет сегодня мой завтрак. Поздний завтрак. 12 часов. Я услышал молодой человек. Ваш заказ готов. Вы посмотрите на эти огромные. Это баранина. Это свинина, говядина. По сравнению с кружкой пива. С бокалом. Я не думал, что они будут такие огромные. Пробуем. Слюна. Деление обильное. Кольца Чернушевского. Центральный рынок. И вот это заведение. Крымские чебуреки. Изумительно. Настоящие. Зайду сюда еще раз. Это Калининград. Шел снять вот этот бастион. Вот эту крепость. Кенигсбергская. Кенигсбергская. Такая мощь с такими бойницами. И тут даже водяной ров еще присутствует. И оказывается набрел здесь блошиный рынок. Тут торгуют все. От старых вещей до антиквариата. Люблю такие места. Пойду смотреть. Пойду поковыряюсь. Может что-нибудь интересное будет. И он огромный. Он туда тянется еще метров на 500, на 700. Такого нет, такого нет. Я понял. Это с завода видел. Я добрался до музея Янтаря. Он находится вот в такой красивейшей крепости. Такой башни. Пойду смотреть, что это такое. И вот тут удивляет первый экземпляр. Кусочек весом больше 4 килограмм. Удивительный камень. Пойду поображу, посмотрю. Крутейший музей. Это вообще обалденнейший поросник. Все это из янтаря. Без маски никуда. Приходится ходить в маске. Ну и в заключении. Магазинчики на входе. Вот такой ценник. Один миллион. Вот это Кремлевская башня. И вот это модель Кирхи. Миллион тридцать. Кому это надо? Я все. Я удовлетворен музеям. На выход. Центральный рынок. Города Калининград. Ну, я вам скажу, цены здесь чуть-чуть. Ненамного. Совсем чуть-чуть. Но выше, чем в Ростове-на-Дону. Посмотрел я в основном овощи. Мясо, рыбу. Рублей на 20, на 30, на 50. Сала тут красивая. Что-то опять кушать захотелось. Шаурму взять, что ли? Шаурму взять, что ли? Пиво изумительное. Я нахожусь в Светлогорске. И мы тут попали на фестиваль балтийской рыбы. Корюшка. Красота же. И тут вот эти все ларьки. И все готовят рыбу. Готовят корюшку. Готовят скумбрию. Еще что-то готовят. И есть здесь и Глинтвейн. И есть здесь пиво. И пунш какой-то малиновый. Просто обалдеть. Будем сейчас ходить и все это пробовать. Это небольшой парк. Осенний. Апрельский парк. А это Балтика. Круто. Прям восторг от этого моря. Ну и продолжаем путешествие по Светлогорску. Тихий, уютный, милый городок. На самом берегу Балтийского моря. Это водонапорная башня. И очень здесь мило оказывается. Не ожидал я такого от Светлогорска. 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 тут можно просто часами гулять и наслаждаться виды обалденные не радует только погода девятый час вечера а тут еще так светло конец апреля мы находимся на куржской косе и здесь вот залив дюны песок прям пустыня настоящая почти и вот здесь вот тропа эфа там небольшой лес сосновый и на той стороне слышен шум балтийского моря там мы уже были но снимать там невозможно сильный ветер а здесь вот буквально метров 500 700 и тихо и спокойно удивительные места здесь и первый раз ну а сегодня мы в городе зеленогорске на побережье балтики у нас небольшая прогулка небольшая пешеходная прогулка красивый курортный город тут очень много кошек и они себя вольготно чувствуют и тут есть даже пешеходные переходы для них вот они стоит зеленый и красный и вон она побежала побежала и иди по переходу нарушает прикольно курортная зона здесь очень мило 26 апреля последний день в калининграде думали сегодня погулять у нас два часа самолет а тут идет снег будем искать зонтик мы на завтраке в интересном кафе называется круассан кафе и тут вот такое меню вполне приемлемые цены будем сейчас наслаждаться вкусным завтраком все места забиты пустых мест нету людей очень много это в 9 утра драники с яйцом пашот немецкий суп грибной с колбасками и бол строчитела объедимся сейчас и все это за 750 рублей позавтракали мы плотно и вкусно прям обалденно в два часа у нас самолет хотели выйти погулять чуть-чуть по городу по райончиком интересным старым но погода не дает плюс 2 сыпется с неба какая-то крупа и нам ничего не остается так возвращаться на квартиру сейчас закупим вот здесь в дорогу всяких вкусных бутербродов и поедем наверное уже на квартиру оттуда будем вызывать такси в аэропорт калининград обалденный город посмотрели очень мало совсем мало из-за рабочих моментов но побывали светлогорский зеленогорский там вообще маленькие уютные городки обалденные я думаю сюда надо вернуться еще раз все путешествие заканчивается мини путешествие аэропорт храброво калининград через час у нас самолет и через четыре часа мы будем дома в ростове-на-даме приедем сюда осенью когда будет бархатная осень тепло хорошо чтобы захватить и пляжный сезон и получше посмотреть город изучить его нам здесь очень понравилось город хороший чистый маленький уютный все на этом свое короткое видео заканчиваем всем спасибо всем пока мы на посадку